Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Я снимаю опять макбанг с роллами. Возможно, они вам надоели, но, блин, мне их так захотелось сегодня. Я прям не смогла удержаться, и я решила все-таки заказать и снять это видео. Хотя, знаете, я хотела заказать что-то другое. Посмотрела блюда, которые предлагаются. Я такая думаю, блин, вот хочется роллы. Потом думаю, что я отказывать, возьму. Но эти, кстати, роллы я заказываю в этой доставке впервые. Мне, если честно, они не понравились. Но еще посмотрим, как они на вкус, но на внешний вид, мне кажется, не очень. Вы пишите свое мнение в комментариях. На мой взгляд, во-первых, они небольшие. В принципе, риса немного, но не знаю. Больше всего мне не понравились вот эти, потому что они вроде как должны были быть с чипсами. Но видите ли вы, здесь чипсы. Я лично нет, они прям прожмотили конкретно. Очень мало чипсов. Не знаю, мне не понравилось. Я вообще очень люблю заказывать в одних и тех же доставках. Понравилось мне что-то. Я в один и тот же ресторан, не знаю, 500 раз могу сходить, если мне нравится. Почему бы и нет? То есть особо так, знаете, разнообразие я не очень люблю. Мне показалось, что мне кто-то позвонил, но нет. Сегодня я получила свою очередную посылку с темой. И там я заказала малипутинговую сумочку. Она мне настолько понравилась. Это просто была любовь. И вот хотела у вас спросить, интересно ли вам распаковка. Или же лучше снять еще один мукбанг вместо этого. Потому что времени будет затрачено одинаковое количество, чем на озвучку этого видео. И съемка нового мукбанга плюс-минус одинаковое количество времени. Я так по просмотрам понимаю, что вам больше нравится. Естественно, мы в банке. Но все же для приличия спрошу вас. Так. Берем ролл. Макаем в соус. Прям чуть-чуть я макаю слегка. Приехали мы из деревни. И в последний день, когда я ехала в деревню, уже все, все вещи собрала. Я ехала с нашей родственницей. Не знаю даже, как это по-русски. В общем, у моего брата есть жена. У жены есть брат, у брата есть жена. Так вот, это она. В общем, ее тоже я должна была захватить с собой и поехать вместе с ней. Ей тоже я уже сказала конкретное время, когда я выезжаю. А тут на улице, у нас во дворе, я вижу его. Прям, знаете, за мной идет. Причем у него ни мамочки там, ни других котят я не увидела. Один-одинешенько спросила там у ребят, которые играли на площадке. Они сказали, что этих котят кто-то подбросил. И вот он один остался. И мне его так жалко стало. Ну, не смогла я пройти мимо, честно. Так странно отсвечивается. Да, потому что на улице закат. Солнышко светит. А здесь у меня стоит камера. И камера у меня на лице отображается. Поэтому так странно кажется. Ну, в общем, неправильное время выбрала для съемок. Или хотя бы надо было кольцевую лампу. Видите, как я себя приучила. Уже даже не хочется газированной напитки. Я просто чистой водой запиваю абсолютно все. Так что приучайте себя тоже. И полезно, и привыкаешь, и вкусно становится. В общем, я малыша взяла, притащила домой. И после того, как я его притащила, начала думать, о чем делать дальше. И тут мне в голову пришла гениальнейшая просто мысль. Просто гениально. Я вспомнила, что мой парень говорил о том, что он хочет подобрать с улицы котика. Но не может найти. Точнее, он нашел. У них рядом с работой кошка родила. Там котята были совсем маленькие. Но это было давненько. И, в общем, он хотел взять одного котенка себе. Я ему объясняла, что они еще совсем маленькие. Что пока что нельзя брать. Потому что очень маленькие. Действительно, у них только-только открылись глаза. Они даже нормально ходить не могли. И вот женщина, которая жила рядом, как-то так получилось, что она постоянно подкармливала. Потом ей стало жалко. И она забрала всех себе. Либо она забрала, либо кто-то другой забрал. В общем, женщина тоже приходила, подкармливала их. Потом в один день нету ни мамы, ни котят, ни домика, ни миски. Все пропало. Видимо, скорее всего, это женщина, которую постоянно подкармливала. Она решила взять себе. И он даже расстроился такой. Думает, блин, я уже так привязалась к этому котику. Там один такой был белый с оранжевым. Я даже, знаете, что подумала? Можно было бы снять, когда они повзрослеют. Снять для своего азербайджанского канала контент. Показать этих котят. Возможно, среди моей аудитории кто-то да и захотел бы. Потому что мои влоги смотрят 80 тысяч человек. Неужели никто из этих людей не захочет приютить уличного котенка? Поэтому я даже придумала, как пристроить всех остальных. Но в один день, хотя-то исчезли. Эта женщина, кстати, тоже больше не приходила. Скорее всего, она взяла себя. Но зачем ей столько? Ну, в общем, с тех пор он немножко расстроился. И сказал, ну, значит, не судьба. И не надо мне оно. И тут в мою светлую головушку приходит идея. Я думаю, как раз мне его некуда девать. Он когда-то искал. Почему бы его не пристроить? Посмотрела мальчишка. А у меня Твиксик такой трусишка. А этот, знаете, вообще чувствовал себя как в своей тарелке. Прям с первых секунд прекрасно чувствовал у нас. Вот. И я ему, короче, пишу. Говорю, вот такого котенка подобрала. Прям супер. Очень похоже на тебя. Хвалить котенка. Говорю, все абсолютно понимает. Хоть на каком языке говорим, все понимает. Естественно, немного преувеличила. Вот. И он такой говорит, в принципе, можно, но я сейчас на работе. И у нас здесь завал. Я не могу выйти. Я говорю, хочешь, я когда буду ехать в деревню, я тебе по дороге его закину на работу и поеду в деревню. Потому что куда я его в деревню отвезу? Он там потеряется, бедненький, маленький совсем. Вот эта дорога будет для него стрессом. Плюс переноски нету. И он говорит, а куда я его на работе дену? Надо его домой. Я ему объясняю, что я уже человеку обещала. То есть, условно говоря, если бы я была одна, я бы могла выехать на следующий день. То есть, отложить свою поездку в деревню на следующий день. А так, как я уже сказала человеку. Человек уже собрался с мыслями, собрал вещи. И вот сейчас говорить человеку, что я не еду, и мы поедем завтра, максимально было бы некрасиво. Я такая сижу, думаю, что делать, что делать. В принципе, можно было заказать такси. И в коробке в такси отправить этого котенка домой к нему. Но проблема заключалась в том, что у него дома тоже никого нет. То есть, никого не было в тот момент. И вдруг опять в мою светлую головушку приходит идея. У меня же есть брат, который живет прямо вот здесь. Можно сказать, в одном здании мы с ним живем почти соседи. Как оказалось, брат у меня поехал в деревню. Но его дочка, моя племянница Альбиночка, она была дома. Она вообще любит проводить время одна, когда все уезжают оставаться, что-то готовить, медитировать. В этом мы с ней очень похожи. Она тоже это все любит. Я ее понимаю. Вот я тоже не люблю, когда людей очень много. Прям хочется, знаете, дома одной насладиться тишиной. И вот она частенько остается одна. Так вкусно готовит. Такой у нее, знаете, порядок. Ну, в общем, я, короче, пишу ей, говорю, слушай, я тут подобрала котенка и рассказываю всю ситуацию. Говорю, давай я тебе отдам котенка. А вечером, когда мой парень выйдет с работы, он придет к вам во двор и ты ему передашь. И Альбина говорит, не вопрос, конечно, хорошая идея. Она тоже посмотрела и сказала, точно пацан. И вот так вот мы его пристроили уже 4 дня. Он живет у него. Назвали его Лобзиком. Не знаю почему. Как только он зашел домой, он начал грызть пол. Поэтому он стал Лобзиком. И вот со стороны вам может показаться, что что ты такого сделала, господи. А мне, знаете, на душе так классно стало. У меня такое ощущение было, как будто я что-то хорошее сделала. Прям хороший какой-то поступок сделала. Очень тепло на душе было. И вот он мне каждый раз фотки отправляет. Я говорю, дай его мне, я его приучу к туалету. На самом деле нет. Я просто хочу с ним немножко поиграться. Ну и приучить к туалету тоже. Потому что у меня есть опыт в этой сфере. Все, что касательно кошачьего туалета и писания, это все ко мне. У меня аж своих проблем нет. В общем, котенок у Альбины остался где-то 5-6 часов. И Альбина решила приколоться она с своим папой. Отправляет ему фотографии и говорит, я его на улице зашла, я его приюетила. И теперь он будет жить с нами. У меня брат просто в шоке, потому что у него дома два кота. И уже это максимум. То есть у меня брат уже не выдержит третьего, это точно. Поэтому он был в шоке. Потом я ему объяснила, что узбогойся. Это все я. Я беру эту ответственность на себя. Если что, он будет у меня. Лобзик будет мой, но он такой сладкий. Такой маленький-малепусенький. Все, обожаю котят. Уличных и котят. И, не знаю, бездомных собачек. Всех люблю. Кстати, насчет Виксика тоже. Мы его отвезли к врачу. Ему прописали лекарство. Он уже себя намного лучше чувствует. То есть у него здесь выросла болячка, которую мы сейчас мажем. Мажем специальной мазью. На этом, пожалуй, все. Роллы были действительно, ну как сказать, не очень прям вкусные. Ну и неплохо. Сказать, что я их прям сильно дешево купила. Нет. Просто, наверное, больше из этой доставки заказывать не буду. А вам хочу сказать огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки. И главное, не ругайтесь на меня, что опять роллы. Я постараюсь уже дальше пореже снимать для вас роллы. Будет больше домашней еды, потому что приехала мама, будет помогать, готовить. Вот. И еще обязательно пишите в комментариях, что вы хотите видеть у меня на столе на следующем мукманке. Всех люблю, целую. Пока.